Время случилась рекламная пауза, мы слегка сумели снизить температуру нашей крови. После заявления Бориса Борисовича. И я знаю, что аудитория хотела бы ответить на это выступление. Пожалуйста. Здравствуйте, Людмила Кашко, Польский государственный университет. Я хотела бы прокомментировать на тему дистанционной формы обучения. Я считаю, что это, потому что вы как бы сказали, что это немножечко такой негативный элемент для нас, преподавателей. Назвем нас так, как бы не только научных сотрудников, но и преподавателей. И также, с другой стороны, вы как бы говорите, что через несколько лет мы будем без работы и так далее. Я хотела бы назвать плюсы дистанционной формы обучения. Я не говорю, что я за дистанционную или я против. Я просто хочу назвать только еще и положительные аспекты этой именно программы. Первое. Что касается дистанционной системы образования, это дает возможность прежде всего для развития не только молодого поколения, а также и для старшего поколения. Мы знаем сейчас, например, я говорю по своему примеру, у меня есть много студентов в группе, которые уже имеют после 40, после 50 лет, то есть старшие люди, которые просто хотят учиться или для себя, или просто им надо учиться, чтобы получить дополнительно высшее образование, потому что это требует его как бы работа, определенная работа в каком-то учреждении, имеется в виду государственном учреждении. То есть это раз. Во-вторых, это дает возможность студенту, сидя где-нибудь, я не знаю, даже хотя бы в Кадзистане, Татарстане, в любой стране, то есть или в бывших как бы социалистических странах, или даже Европы, то есть общаться. Это два. В-третьих, это изучение языков иностранных, это три. В-четвертых, дистанционная форма обучения, это плюс для инвалидов прежде всего, то есть человек не чувствует себя дискриминированный. А для нас, как научных сотрудников, я не думаю, что наша лекция умирает, потому что еще есть что-то такое, как в Польше, очень модное сейчас слово «инновоценность». То есть постоянно как бы развитие, 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 мы идем вперед, вперед, вперед. Мы не останавливаемся, мы постоянно идем вперед. И сказать, что, например, дистанционная форма обучения, что она как бы может быть негативно развиваться. Да, конечно, это не живой, это не живой контакт с научным руководителем, это не живой контакт именно с... Ну, то есть, понятно, есть, да, есть, есть. Вы меня убедили, я хочу получить образование. Пожалуйста, присоединяйтесь. Есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. А у вас ребенок учится в нашем ВУЗе, и если его перевести в Польске, то какие условия, как и сколько это стоит, и какие ВУЗы предлагаются к такому обмену? Итак, звонит мама, которая хотела бы, чтобы ее ребенок после первого или второго, мы не знаем какого курса, поступил учиться в Польский ВУЗ. Давайте мы дадим слово молодым людям, украинцам, которые, одесситам, которые, вот насколько я понимаю, являются студентами одесских ВУЗов. Правильно? Да. Да. Передайте, пожалуйста, сюда микрофон. Какие условия, то есть, вам мы поверим больше? Сергей Милейко, студент Одесского национального политехнического университета. Я подал документы на участие в программе Event, и надеюсь, что тоже буду учиться. И также мне это очень интересно, и в первую очередь это как для повышения уровня квалификации как будущего ученого, и также общение с иностранными людьми. И, в принципе, вот таких вот программ Erasmus Mundus, я знаю, есть несколько, поэтому для тех вот, кому это интересно, это действительно можно найти и попытаться принять участие. Итак, Сергей, я понимаю, что вы нашли эту программу через интернет, вы нашли эту программу непосредственно, это с Рафаной радио сработало. Расскажите технологию поиска. Естественно, у нас, вот так как наш университет является участником, партнером, и вот это получил эту информацию через деканацию его факультета. И скажите, пожалуйста, вы сейчас студент какого курса? Я студент пятого курса. Ага, то есть вы практически уже готовый специалист. В таком случае назовите, пожалуйста, факультет. Институт компьютерных систем, специальность компьютерной инженерии. И куда вы планируете поехать? Это тоже на конкурсной основе? Вы будете выбирать университет дальнейшего обучения? Или это уже, как сейчас мы с Робертом пошепчемся и договоримся, куда вас направить учиться? Нет, ну это университет дальнейшего обучения. Я выбрал Дублинский технологический университет, выбрал программу магистра на год, потому что мне очень понравилась специальность, которая очень пересекается с моей специальностью и с моими научными интересами. Ага, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Да, и юной девушке мы предоставим. Добрый вечер, меня зовут Юлия Нестеренко. Я являюсь студенткой пятого курса Одесского национального политехнического университета. Я обучаюсь там по магистрской программе компьютерная инженерия. Я тоже являюсь участником программы ИВЕНТ. И почему меня заинтересовала эта программа? В первую очередь это то, что в программе ИВЕНТ принимают участие ведущие технические вузы Европы, которые предлагают широкий спектр как бакалаврских, так и магистрских и аспирантских программ. В свою очередь я интересуюсь магистрской программой, обучением на магистрской программе. И изучив детально предлагаемые программы вузами участниками программы ИВЕНТ, наибольший интерес вызвала у меня специальность безопасность компьютеров, компьютерная безопасность. Почему это специальность? Потому что все мы знаем на сегодняшний день с активным использованием веб-ресурсов и облачного вычисления особую важность занимает обеспечение компьютерной безопасности, компьютерных систем. И, к сожалению, в моем университете нет направления, связанного с обеспечением компьютерной безопасности. Именно поэтому я и захотела воспользоваться возможностями, которые предоставляет программа ИВЕНТ ИРАСМУС МУНДУС и вузы участники, вузы партнеров. И куда вы едете? Я выбрала, да, я выбрала магистрскую программу, которую предоставляет как раз по специальности, которая меня интересует, обеспечение компьютерной безопасности в Чешском техническом университете в Праге. Спасибо. Если можно здесь, чтобы мы не упустили одного момента. Вот имеем схему работы Евросоюза. Пан доктор Глэмбокский придумал эту программу ИВЕНТ. Он лично придумал ее. Понимаете, написал там много, много это надо было там бумаг подготовить и так дальше. Подал заявление на тендер в Брусселе. Он выиграл, получил 3 миллиона долларов. И за эти деньги, вот, приглашает, евро, евро, 3 миллиона евро, это больше, как знаете, это лучше. И за эти деньги, вот, предоставляет возможность благодаря его личной инцятиве, понимаете. Конечно, используя схему, которая в Евросоюзе существует, где Молодежь может из Украины, ну, в любой университете, в которой участвует, поехать. Молодежь из Польши может приехать на Украину. Но это, конечно, очень такие специальные. Но какие требования? Давайте мы зададим вопрос Роберту. Спасибо, присядьте. Какие требования, какой отбор? Вы прошли тендер, вы выиграли конкурс. Наверняка те, кто принимает участие в вашей программе, тоже проходят некий конкурсный отбор. В чем он заключается? Как раз-таки в этом и состоял вопрос. Что необходимо сделать для того, чтобы попасть в вашу программу? Какие элементы конкурсной борьбы следует преодолеть? Все студенты подают аппликацию через интернет, через, как это по-русски, в том, чтобы не было никаких других договоров. Потому что студенты подают свои аппликации через интернет, без какой информации, знакомства на своем университете. Стоп коррупции у вас в программе. Университет подает только опинию, хороший студент или нет. Он не может сказать, что это мы возьмем или это нет. Он только может подать опинию и эта опиния университета, в которой студент учится сегодня, есть в нашем программе три балла на двадцать. Девять балла есть за его отметки и результаты, какие у него на университете сюда. Четыре балла за знакомость языка, на котором он хочет учиться. Если он хочет поехать в Францию, то за французский или английский, если взял такой курс. И четыре балла за какое у него CV, motivation letter и другие еще речи, какие он написал о себе. Это важно, как студенты имеют представить себя. И есть еще один балл за это, если, например, Европейский союз очень серьезный, чтобы поддержать, например, студентов, как это, disabled, я не знаю, как это по-русски. Если такие студенты, то им надо немного помочь. Немного, но эти аппликации идут для профессоров из разных стран, минимум два, может быть три профессора из разных вузов в разных странах Европейского союза, и они дают свою опинию. И потом есть такая встреча всех вузов, которые участвуют в этом программе, будет в прошлой, в моем программе будет в прошлой неделе. И мы говорим, какие студенты, какие у них результаты и кто, как мы должны взять. Но это знакомо для всех, и никаких договоров между профессорами и студентами. Это очень важно для программы. Это очень важно, но тут у меня, может быть, я прослушала, но ребята связаны с IT-технологиями. Я слушала, у меня сердце болело, потому что я помню об облаке, которое создает Петр Петрович. Сейчас я... Облако? Да, пожалуйста, два слова. Как вы догадались, я не с Польши, но я хочу поддержать своих коллег, особенно вот вы сказали, что действительно существует очень жесткая конкуренция между Европой и Соединенными Штатами в области образования. Надо сказать, что образование это еще очень высокориентабельный бизнес. И очень плохо, если одна точка, где в одной точке все собирается. Поэтому действительно должно быть распределение и необходимо объединяться вот в европейских странах для совершенствованности системы образования. Это нормально. Это я с двумя руками. Но я хотел бы еще сказать вот о другом немножечко. Что должно быть движение в две стороны. Не бывает одностороннее движение. Украина к Польше, Польша к Украине. Тогда будет это нормально. Я хотел бы сказать, вот раз возник вопрос о компьютерных сетях и их безопасности, есть Международный союз электросвязи. Очень такая организация важнейшая. Она занимается стандартизацией. И только благодаря этому союзу мы имеем глобальную телекоммуникационную сеть. Только этому. Так вот, он объявил, этот союз объявил год назад конкурс проектов по поводу безопасности. Вот в том числе компьютерных сетей. И Одесская национальная академия связи подала такой проект. Там было 18 номинаций, несколько тысяч проектов. И в одной из номинаций мы получили первое место. Подождите, подождите. Роберт получил 3 миллиона евро. А вы первое место. Да, конечно. Да. Я могу сказать, но нам приз 7 килограмм. 7 килограмм приз. Я могу сказать, начинается с первого места. С первого места, конечно же. И хотел бы тоже пригласить из Польши познакомиться с нашим. Кстати, сегодняшний день информационного общества. Кстати, я вас с этим поздравляла. И сегодня день, всемирный день электросвязи, который был, начал, почему 17 мая? Потому что в 1865 году была подписана телеграфная хартия. Вот. Потом, которая потихоньку превратилась в международный союз электросвязи, который сейчас здесь существует. И не случайно день международного информационного общества совпадает, потому что именно телекоммуникации родили это общество. Хорошее оно или нет, но оно родилось. И не зря сегодня мы здесь, в этом информационном поле собрались. Конечно же. Да, об этом событии в интернете. Посмотреть или IT, или есть специальный форум, сейчас же проходил в Женеве. Там наши, нам, там есть фотографии, где нам... Давайте будем двигаться дальше. Да, где нам вручали приз. Так что я тоже приглашаю польских друзей своих, вот, познакомиться с нашими работами в этом направлении. Спасибо большое, Петр Петрович. Сейчас один вопрос, потому что не могу уже удержаться от своего вопроса. Складывается такое впечатление, что здесь только IT-технологии. Но у нас есть гуманитарии, я знаю, что есть врачи. И специализацию еще никто не отменял. Европейский союз действительно делает заказ исключительно на IT-специалистов? Или все-таки ваша программа может помочь молодым врачам, может помочь молодым генетикам, может помочь молодым селекционерам? Или это только все-таки IT? Нет, это программа для инженерских студентов, а он потому, для инженерских студентов, только потому, что я так придумал. Никто, все другие, это только один из программ, есть 30 и 40 Erasmusa Mundusa, акции второй. Только это один из программ для инженерских студентов. Спасибо. Я хочу поддержать инженерских студентов, потому что если программ открыт для всех, то много студентов находятся по бизнесу, менеджменту и так далее. У них лучше отметки, чем у инженеров или врачей, лучше знакомость с иностранным языком. И поэтому я хотел сделать программ специально для инженеров. Потому что я инженер и я хотел других инженеров. Я поняла. Но я хотела бы все-таки нашей аудитории адресовать вопрос. Наверняка среди вас есть и генетики, и врачи, и специалисты системы образования, я думаю, педагогики, воспитания. Мне хотелось бы, чтобы вы отобрали чуть-чуть у инженеров инициативу и выступили за свои направления, за развитие науки в этом направлении. Вот мы в перерыве беседовали с врачом. Пожалуйста. Польская система здравоохранения. Каких специалистов она готовит? Я не врач, я музыковедчик. Но моя специализация очень маленькая, так что не будем говорить о музыкологии. Я только хотел сказать по тему качества. Вы знаете, я такой гуманитарный человек, что статистика для меня очень важная. Статистика показывает, что самая главная группа студентов, иностранных студентов в Польше, это студенты медицинских факультетов, разных медицинских факультетов. Почему? Потому что образование в Польше на половину того стоит, что образование в Соединенных Штатах, в Скандинавии или в других странах. А качество этого образования то же самое. То качество можно очень легко показать. Теперь, согласно официальной статистики Германии, есть более 15% врачей Полаков после polskих университетов. Они там работают, потому что они зарабатывают намного больше денег, чем в Польше. Но это тоже показывает, что система образования по факультете медицинском в Польше очень высокая. И можем сказать то же самое, если спросим профессоров, которые здесь сидят, или студенты, которые приезжают в Польшу, из Франции или из Германии, лучше или хуже польских студентов. Как это делает с польскими студентами, если они уезжают где-то на один-два семестра, а потом возвращаются. Почему они так хорошо? Потому что познакомились с новыми людьми, познакомились с новыми системами, с новой работой. И это открыло для них Европу или свет. И мне кажется, что самое главное в программе, в которой мы все существуем, есть, что показать украинским студентам, что можно сделать намного больше, чем прожить 5 или 7 лет в том же самом университете. Есть три уровня студии. Есть бакалаврат, есть магистиум, есть PHD. На каждом можно поехать где-то, то что сказал президент Севинский. Легко, очень легко найти информацию теперь. Мы сделали такой специальный сайт studyinполland.pl. Там можно найти все программы на английском языке. Очень легко тоже найти информацию о польских вузах, чтобы учиться на польском языке. Так что мне кажется, что теперь, если кто-то скажет нет информации, то обозначает, что он не искал. Понятно. Итак, действительно, здесь присутствует сайт, на котором вы найдете то, о чем мы еще не поговорили. Поэтому я хотела бы участника нашей дискуссии попросить вырулить таким образом, чтобы осветить нюансы получения образования в Польше, которых мы еще не коснулись. Пожалуйста. Вот я хочу вернуться к теме, о которой кто-то затронул. Качество обучения. Вот какое в Польше. Это разнообразное. Зависит, какой факультет, какой университет, какое учебное заведение. Во-первых, какие профессора. И вот это не так легко сказать. Есть примерно математические, экономические и другие науки. И есть гуманитарные науки. Вот уровень развития различный. Можно оценить сравнительно точно математику, физику, химию. Но точно оценить гуманитарную науку, это уже нелегко. Можно сказать, что у нас в Польше примерно обучалось где-то лет тому, 10, 8, 10 лет тому назад только 8 тысяч иностранных студентов. А сейчас почти 15 тысяч. И главным образом это медицина, политехнические науки и музыкология, как вы сказали. Это уже Варшавский университет музыкологии. Там студенты из Японии, Кореи, Китая. Влюблены в Шопена. Можно тоже сказать так, что мы сделали большое пространство, когда обучали 500 тысяч студентов. Качество могло быть выше, чем сейчас. Чем это расширяется, все-таки есть отрасли на низком уровне. Это везде так. И вот надо что-то сделать, чтобы повысить. И еще другое дело. Стандарт европейский, международный стандарт обучения, это тоже не так просто. По-моему, если мы примем стандарт европейский, международный, Европейского Союза, что таким образом мы сделаем с национальным стандартом? Да, не идут ли они в разрез? В разрез иногда. Вот то все, что я хотел сказать. Есть у меня вопросы или выступления. Давайте Александру Николаевичу мы предоставим слово, потом Валерию Тимофеевичу. Наверное, когда мы говорим о качестве, то проще всего оценить качество подготовки специалиста консерватории. Он может быть сколько угодно можно говорить о том, что он хороший музыкант, до того момента, пока он не сел за рояль и не сыграл. Потому что язык музыки, язык изобразительного искусства, он универсален. В области естественных наук, а, наверное, успех развития и Польши, и Украины, и многих других стран, он прежде всего определяется развитием естественных наук и способностью сегодня ответить на те вызовы, которые высокоразвитые страны бросают в Соединенные Штаты и некоторые другие, в Японии и Европе. Это способность осваивать и усовершенствовать новые технологии, развивать естественные науки, далее, далее, далее. А все это требует солидной базы. Начиная от школы. И когда уровень образования на всем подсоветском пространстве, выпускников средних школ, и я не думаю, что кто-то будет сомневаться в том, он продолжает падать, и он падает на всем постсоветском пространстве. Я думаю, что и в Польше приблизительно такие же проблемы. Это большая трагедия. И выжить в этой среде со странами, обладающими колоссальным потенциалом финансовым, организацией и очень таким прагматичным, трезвым подходом к оценке качества вообще будет тяжело. Соединенные Штаты в этом отношении, это действительно передовая, развитая и очень перспективная страна. Потому что, знаете, сколько о халве не говори, на языке слаще не будет. Есть такая подготовка. Так вот, говоря о качестве образования, нашего образования, все-таки стоит помнить вот что, что есть какие-то традиции и в польских университетах, в развитии польской науки. Мне трудно о них говорить, но на бывшем подсоветском пространстве были хорошие школы, были известные физики, известные математики. И этим славился и Россия, и Советский Союз. Мы не можем сегодня сказать, что это осталось на таком же высоком уровне, но вот как сделать вот единое такое пространство для естественных исследований между, скажем, Польшей и Украиной, сделать такие мосты между учеными Польши и Украины, а потом пытаться развивать какие-то программы совместные, это было бы здорово. И еще один важный вопрос, но начать нужно с того, чтобы совместно прийти к какому-то единому стандарту по оценке качества образования, начиная с выпускников гимназии школ и выпускников высших учебных заведений. Это большая проблема, потому что эта оценка в Украине, она не независима, к сожалению. Каждый университет, он хвалит своих специалистов, и каждый ректор, и можно понять, и польского университета, он скажет, мои выпускники самые лучшие. Но, к сожалению, ни один из украинских, и я не знаю, как польские, попали ли они в число 500 этих известных университетов. Попали, но еще не все. Но не все. Но к этому надо стремиться. И я согласен с коллегами, что легче это делать вместе, чем делать это в одиночку. В одиночку не выйдет ни у кого. Я так думаю, что именно с этой целью Вальдемар Осивинский занимается мостостроением в системе образования, поэтому он сюда и... Вы правильно это назвали, но я первый раз в жизни чувствую себя мостостроителем. Ну хорошо, я все-таки инженер по первому образованию. Да, пожалуйста, давайте мы послушаем. Валерий Анатольевич. Я хочу идти на более такой конкретный вопрос. Вот нашей встречи и визита такого большой польской делегации в Украину, в Одессу, начну издалека. Вот с моей точки зрения, украинцы и поляки это один народ, который волей и судьбы вот разделился сам в себе. И когда мы были вместе, мы жили хорошо. Когда мы разошлись и враждовали, мы испили чашу страданий. Сейчас мы опять дружим. И дай Бог, чтобы мы уже дружили навсегда. И вот приезд вашей делегации с этой точки зрения просто замечательно. Это укрепляет нашу дружбу, дает перспективу нашим отношениям. Но всегда возникает вот такой конкретный вопрос. Вам нужны наши студенты? Если да, то зачем? Да, это очень интересный вопрос. Конкретный вопрос. И второй вопрос, связанный с этим. Отдавая вам наших студентов, мы теряем или приобретаем? И третий вопрос. Почему бы вам не дать немножко ваших студентов нам? Я хочу сказать следующее. Наши космические корабли в космосе, наши самолеты самые мощные в мире, наши танки на уровне мировых стандартов. У нас в любой области что-то есть такое, чем можно похвастаться. В конце концов, наши украинские научные журналы на очень хорошем уровне, не ниже, чем польские. Давайте вот на эти три вопроса я хотел бы получить... Синергия, да? Синергия. Так, так, так. Сейчас каждый из вас выскажется, но у нас есть еще и телефонный звонок. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Это наш постоянный... Я хочу задать вопрос и полякам, и нашим. Скажите, пожалуйста, а есть программа у вас для людей, которые талантливые, но бедные, которые не могут пробиться, материально платить везде деньги, чтобы что-то добиться? Потому что я слышала, что в России Путин создает такую программу и выискивает молодых людей талантливых и дает им дорогу без денег. Кстати, я сама полячка, Ликонская Елена Марьяновна, так что я бы хотела, где находятся поляки, где можно пойти, там, или фильм посмотреть, или пообщаться. Спасибо. Итак, ответьте, пожалуйста, Елене Марьяновне. Но я уже понимаю, что Роберт нам рассказал, что это совершенно не коррумпированная, совершенно прозрачная система, и это как раз таки для молодых и юных. Если можно, во-первых, потому что это несколько вопросов, но совместная тема. Но мне хотелось бы начать с вашей идеей. Конечно, мы не только мост-строители, но и дорого-строители, и это двухстороннее движение, нас интересует. Мы не хотим строить такого автобана, чтобы в одну сторону ехать. Это смысл, а не имеется. И именно поэтому, так как мы раньше договорились, мы приехали здесь, на встречу с вашими ректорами. Ну, ведь через два дня мы в Университете Мечникова будем вместе беседовать большой круглый стол ректоров украинских и полицейских вузов на то, как совместно наложить совместные программы, совместные контакты, двойные дипломы, обмен студентами, аспирантами, потому что мы во всем этом заинтересованы. Это вопрос очень простой. Мы, конечно, заинтересованы, потому что, ну, знаете, во-первых, надо искать везде таланты и создавать им условия, чтобы они могли развиваться. Это очень важно. Мама джош, она всегда найдет в себе самые развитые факультеты в этих областях, которые их интересуют. Ну, был вопрос, как попасть в Польшу. И могут ли там, ну, талантливые, умные, ну, бедные, папас. То есть, если мне разрешите, я здесь собрал числа, сколько украинских студентов на сегодняшний, на вчеращние дни в Польше. На вчеращние дни, мы это вчера специально проверяли в наших базах данных в Министерстве. В Польше имеем 616 украинских студентов. Это каждый четвертый заграничный студент в Польше это украинец. Но среди них больше чем половина она приезжала и она изучает в наших вузах бесплатно. Значит, в разных стипендийных программах. Илли это стипендия полского государства. Ну, есть система ministerialных государственных стипендий. Илли здесь, здесь есть ректора. У них есть право, возможность, чтобы они просто отменили оплату для студента, если они считают это нужно. Потому что, ну, по всех этих причинах. Умные, талантливые, ну, нету денег, надо помочь. Илли будет ползе потом, потому что он может аспирантом стать или научным работником. Так что, знаете, больше чем половина украинских студентов, она в Польше вообще принята на бесплатных началах. Теперь так. Эта система, ИВЕНТ, это, конечно, специальная система. Но для всех заинтересованных, как уже было упомянуто, мы создали специальный сайт на английском, на российском, на китайском и на украинских языках. На четырех основных языках с нашей точки зрения. Потому что мы с ними работаем. Знаете, и на этом сайте www.studyingpoland.pl можно найти все информации, потому что там есть информации, как получить стипендии. Например, много паузов вообще определило квоту. Например, Варшавский Политехнический Институт, премиот 61 студентов бесплатно из Украины. Университет из города Катовица, Шланский Университет, премиот там 32. Ну, на каких началах? Чтобы они экзамены выдержали, надо сдавать экзамены. Третий его и Юлия и Юлия дам. В КПИ, чтобы просто, ну, не надо было выступать за визами, паспортами и так дальше. Приезжали delegация, здесь приемной комисии Варшавского Политехнического Института и в КПИ есть экзамен на таких же самых началах как для polskих студентов. Это математика, физика, это ничего большее. И все, которые там выдержали этот экзамен могут поступить бесплатно. На этом сайте studyinполанд.pl все эти информации есть. Значит, если есть тауантливый и малодой человек, активный, он эту информацию найдет в себе, ну, он конечно сам должен выступить, решит, там падать заявление, приступить к экзамену и так дальше. Самое главное что такие возможности есть. Но теперь надо думать, как вместе, как вместе здесь укрыть контакты между вузами. Это самое главное. Потому что, знаете, студенты, это только час проблемы. Научные работники, aspirанты, научные программы, а что является еще более важным, совместное участие в европейских программах. Мы пока страдаем, Польша страдает на Евросоюзе. Значит, мы больше денег вкладываем пока, как наш взнос в научные фонды Евросоюза, чем в состоянии выиграть денег с тендеров. Значит, нам надо вместе с такими программами выступать, чтобы все-таки мы могли получать средства на совместные программы. Есть такая важность. Подожжете вы Барселону. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Добрый вечер, студия. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, стоимость учения в польских институтах и еще такой вопрос. И какой процент хвата молодежи в Польше высшим образованием? Спасибо. Кому вопрос? С высшим образованием у нас уже почти 50%, знаете, это уже все больше и больше. 50% молодежи в возрасте 17-24 года в вузах, высших учебных заведениях. Это имею в виду. Но относительно оплаты, я думаю, я уверен, что здесь представители вузов конкретно ответят. Открыйте, пожалуйста, финансовую сторону, кто расскажет. Это трудно сказать, потому что это зависит от факультета. Да, от вузов, да, там есть. Где-то выше 2000 сотых в семестр. 2000 в семестр. Если это юридический факультет, то может быть выше 3000. Это студенты. Если аспиранты, в юридическом факультете это будет 5000 в семестр. В Варшаве будет где-то два раза выше, чем, например, в Шестине. Есть у меня вопрос в таком случае. Проживание это общежитие при учебном заведении или это... Есть общежитие, есть тоже. Есть общежитие. есть возможность работать студенту, учиться и работать. Большинство студентов работает. Большинство. Это несмотря на то, что граждане будут украинцами. Есть студенты, которые приезжают на субботу и воскресенье, и есть такие, которые полновременно студируют, но те тоже работают. Это сейчас не разница. Деньги зависят от того, который университет, где Варшава, Познание, наверное, Краков, это больше. Позвольте я еще скажу, никто не заметил, что есть еще один фактор очень важный для наших факторов больше, один, но есть один, который очень важный. Польский систем финансирования науки открыт. Это означает, что если мы сотрудничаем в науке, мой коллега из Украины, из России, из любой страны может отправить грант в польский систем, и это гранты огромные, может взять на магистратуру студентов, может взять докторант, аспирантов, и каждый год два раза, вот по вину июня и декабря есть такая акция, отправляем гранты, если для аспирантов, если аспирант умный, хороший ученый, есть такая возможность будет очень хорошим ученым, там есть огромный процент успеха, что может получить грант, и это один аспект, а второй мы потеряли, это польско-украинское сотрудничество, не только на плане Евросоюза, вот есть украинистика, например, в нашем вузе есть украинистика, и это для сотрудничества, не только деньги с Брукселли, не только это более близкие контакты, это очень важно, есть украинские вузы, которые имеют полонистику, тоже это очень важный аспект нашей сотрудничества. И вот мы сейчас с вами переходим, что называется, самому близкому, самому родному, к братским польскому и украинскому народу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, через несколько минут мы вернемся в эту студию. Генеральный информационный партнер программы Деловый журнал 100% Редактор субтитров